Все забыл и не могу запомнить. У него случились такие трагические события в семье, он потерял родителей. Его, по сути дела, выгнали из училища Мусоргского, просто за диагноз. Видимо, когда мать еще была жива, она как-то его... Понятно, да? Вот. Ну и в общем, мы познакомились с Лешей. Леша, давай спиндер придумаем. О! Другая девочка. Леша, давайте начнем все-таки. Помните, мы с вами говорили, помедленнее, да? И как бы... Нет, спокойно. И очень спокойно, как бы, из ниоткуда. Это хорошо, нашестиручку. Опустите руки и колени. Я увидела, что то, что в нем было заложено вот в детстве и в юношестве, и, конечно, огромная благодарность его матери. Просто вот это нужно было как, знаете, такие слои просто отделить. Счистить лишнее, как говорят скульпторы, да? Надо было вот это все как бы вот произвести вот эти раскопки. Не толкай. Не толкай. Не толкай. Не толкай. Глубоко. Тан! 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 Пан! Спокойно. Поставь пальцы… Когда я почувствовала, что у нас идет уже накопление какое-то, вот мы уже два года с ним, что ли, прозанимались, я поняла, что ему надо развиваться как-то дальше, что только занятий со мной ему мало, могут другие люди больше дать, ну, как нормальное профессиональное образование. А ты сыграй так просто строго по-мужски, вот, раз, два. Во-первых, я нашла замечательного педагога Галины Феменоминскер. Это ученица Габаряна, известной пианистки, которая, так сказать, последовательница Игумова и так далее. Это такая целая, вот, так сказать, столб такой гигантский нашей старой замечательной фортепианной школы. Нет, ты ее загнал под клавишу, а ты ее, из слова звукоизвлечения, возьми его из-под клавиши и отправь на небо. Совсем иначе будет звучать. Да, а теперь, да, не готовься дальше, ты просто успеешь. Смотри, вот пусть она висит. Слышно, как тянется? Да. Учить его легко, ему не надо два раза повторять. Если он даже дома не занимается, он все помнит, что надо делать в музыке. У него есть дефекты в какой-то координации, когда он ходит или что-то еще делает. Но через слух, через желание играть, у него как-то это все сглаживается. Это, конечно, мощный фактор его психотерапии, ибо здесь происходит самореализация человека. И если человек рожден быть музыкантом, он должен им быть. Музыкант определяет не наученность, в первую очередь, а потребность внутренняя выразить что-либо в звуке. А для того, чтобы выразить что-либо, на это что-либо надо иметь внутри. Так вот, у Лешки этого что-либо, вот, понимаете, целый мир. И там еще копать и копать. Музыкант Петля Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»